Добрый день! Меня представили, я с вами Кресткий главный редактор газеты СП. Мы были, скажем так, в роли младших партнеров в этом проекте, потому что основной, конечно, груз Кресткий стал на обстоятельствах других женщин и на Дмариевице, имени Мельчины. Мы участвовали в дебатах по поводу антикоррупционного плана. Мы участвовали в освещении того, что делалось в рамках этого плана. И в том числе мы взяли на себя миссию провести такое, скажем, исследование о том, как исполняется закон о доступе к информации в Бельцах. Почему мы посчитали это важным, если мы посмотрим на название проекта, он называется «Прозрачность», «Ответственность» и так далее. В том числе это есть масс-видия и импульс. Мы считаем, что прозрачность в основе прозрачности, в том числе и доступ к информации. Женедельник СП очень большое внимание уделяет в деятельности местных листей. Мы очень много сообщаем информации о том, какие решения принимает муниципальные листы, какие решения принимает премария. И мы очень заинтересованы в более тесном сотрудничестве с местными листами. Как проводился этот мониторинг, как мы его организовали? Это было в течение апреля-декабря, то есть в 9 месяцев. Каждый месяц мы отправляли запросы. В принципе, это то, что мы делаем и без мониторинга, и без проектов. Наверное, в общем отделе премарии знаем очень хорошо, сколько запросов приходит от еженедельных СП. И мы в рамках этого проекта отправляли более 10 запросов каждый месяц в различных структур. Но большей частью доли их была на долю премарии. Итак, давайте к сути вопроса. Я бы хотел пару слов сказать о предыстории. У еженедельных СП в отношениях с местными властями уже давно сложилась такая практика, что мы больше общаемся в форме официальной переписки. Сложилось это в предыдущей администрации. В чем причина? Часто, когда мы обращаемся к рядовым сотрудникам, они не решаются давать какой-либо комментарий или ответ, потому что им необходимо озвучиться разрешением на часть, вплоть до премара. Начальники отдела в управлении в лице примар и примар очень заинтересованы. Нам очень сложно достучаться, достучаться, лично попасть на приемы. Поэтому именно в тот период сформировалась практика, что большую часть наших вопросов мы подрисуем в виде писем. Что это за запросы? Это, как правило, в первую очередь то, что нам присылает читатель. Иногда читателю сложно оформить какую-то бумагу в примарии. Мы здесь выступаем своего рода последних. Мы берем свою миссию доносить, донести вопросы, жалобы людей и так далее. Мы получаем ответы, публикуем вопросы, ответы на страницах СК, в интернете и чатной версии. Я хочу сказать, что, опять же, по поводу предыстории, что, к сожалению, у нас был на прошлом этапе предыдущей администрации в какой-то мере негативное сотрудничество, потому что, я говорю, например, в 2012 год СК отправляет 17 писем муниципальные предприятия и премариумы. Но все мы получили отказы. Мотивировкой было то, что касались эти запросы, в частности, деятельности муниципальных предприятий, там было касалось и финансово-экономической деятельности, но не было особо углубляться. Смысл был в том, что нам отказали. Мотивировали тем, что муниципальные предприятия – это якобы субъекты частного права, не знают, это могут отдавать юристы. А СП, вот здесь самое главное, и критическое лицо, не подпадает под действие закона доступа к информации. Нас очень сильно удивило, потому что в остальном нам не отказывали доступ к информации. Были четыре судебных процесса, потому что мы успели подать в суд. Длились они более двух лет в общей сложности. И вот эти два года мы добивались простых ответов на те вещи, которые не защищены законом о государственной тайне, или еще о коммерческой тайне и так далее. Поэтому на нынешнем этапе нам было интересно. Все-таки есть новая администрация, которая поставила какие-то определенные задачи перед собой. Нам было интересно узнать, поменялось ли что. Ну, я скажу, что на прошлом этапе у нас не было таких мониторингов. Мы не считали, сколько нам отказывали, сколько, ну, за исключением, наверное, этого случая. Мы не били такого страхового учета. Но вот я просто могу привести такое, как бы, общее впечатление. На наш взгляд, были проблемы серьезные на предыдущем этапе. Так что сейчас? Итак, что нас интересовало? Как соблюдается срок отправки ответов на запросы? Ну, законе все четко. 15 рабочих дней, если есть необходимость в дополнительной обработке материалов, то плюс 5 дней, но заявителя нужно проинформировать, насколько я помню, по закону. Значит, и второй аспект, насколько полны и исчерпывающие эти ответы. Потому что ответ может прийти, но он может и формально. Итак, количество. Мы отправили в общей сложности 106 запросов. 90% были в премарии и муниципальных предприятиях. Тематика самая разнообразная, но длинная доля приходилась на вопросы, связанные с коммунальным хозяйством, с городским хозяйством. Ну, как раз то, что Игорь Вич отвечает по своей компетенции и муниципалитетам. Что получилось в итоге? Давайте посмотрим по срокам и исполнению сроков. 58% мы получили сроками. 31% с нарушением сроков. И в 11% мы ответы не получили. 34% с нарушением сроков. Это в количественном выражении. 22% ответа в течение месяца мы получили. А 12% ответов мы получили в течение более чем 10%. Вот пример. Значит, мы направились в премарию, подчеркиваю. Здесь вы видите запрос, ответ от МПЖКХ, но отправился у вас был в премарию. 15 июля 2016 года. Ответ мы получили 2 декабря 2016 года. Почти 5 месяцев получалось. Ну, получили, слава Богу. Но поставив сюда на место те люди, которые нам задают вопросы, они ждут эти 5 месяцев. Нам не совсем удобно перечислить. 11% это то, что до нас не дошло. Это 12 писем. В январе этого года, по итогам прошлого, мы собрали все эти 12 писем, отправили опять в мэрию и попросили нам, может быть, копии тех писем, которые дошли до нас. Получили пока, это уже почти 2 месяца, что только 6 половин. Не могу не сказать о таком достаточно сложном для нас аспекте. Мы запросили еще в период деятельности предыдущей местной администрации предоставить нам копию договора по проектовой конструкции уличного освещения между управлением капитального строительства и проводил. Значит, это первое письмо, мы отправили в начале 2015 года. Отказ. Мотивировка в том, что, если не ошибаюсь, вот оно. Запрашиваемые договоры не могут быть предоставлены, так как они предоставляют собой конфиденциальную информацию, регулируемую законодательством о коммерческой тайне, касающейся экономической деятельности, соглашение которой может затронуть интересы предпринимателей. Нас ответ удивил, потому что в данном случае речь идёт о публичных средствах, которые выделяются в конечном итоге на финансированный проект. Отказали. В 2015-м прошли местные выборы, мы подумали, что раз применялось место администрации, может нам пройдут навстречу, и по-другому описали в июле 2015-го. Отвечало нам муниципальное предприятие УКСЕС и снова получили отказ. В сентябре 2015-го года мы отправляем уже в адрес муниципального совета аналогичный запрос. Даже ничего не получаем, не дошло до чего до нас. Может быть и был ответ, но мы не получили. В апреле 2016-го мы не думаем ещё раз давать повторный совет, отдадим в адрес муниципального совета. И в мае 2016-го мы получаем ответ, что будет рассмотрено на следующий заседание. То есть нам было сказано, что вот 19-го мая будет заседание, а мы не успеваем, муниципалитет не успевает и будет рассмотрено на следующий. Но, к сожалению, по сей день не рассмотрим. Давайте посмотрим, что мы просили. Вот наше заявление. И мы, знаете, о чём просили? Мы просили муниципальный совет рассмотреть законность пунктов по конфиденциальности в договоре между муниципальным предприятием УКСЕЗ и ДиУРУ. Опять же подчёркиваю, что это публичные средства. И это не может быть коммерческой тайны. Ну, тут ещё был пункт. Просим совет сообщить редакции, на основании чего совет отобрал предприятие, поставлявшего, устанавливающие светильники проекта по реабилитации выручных защитников и так далее. Я знаю, что на муниципальном совете звучала критика в адрес этого проекта. Ну, в принципе, на данный момент, что я могу сказать по поводу всей этой ситуации, то, значит, нам уже не интересно по большому счёту, потому что есть отчёт счётной палаты, который показал, какие проблемы были с этим договором. Но, тем не менее, для нас остаётся странным, почему это такая тайна, почему мы не могли получить. Или это в интересах, что мы в суд не подали по этому, что я, честно говоря, не могу понять. Но факт, что, ну вот это письмо, когда нам сказали, что будет вынесено на следующее заседание, к сожалению, не дошло до заседания Миниципального совета. И самое странное в конце было, значит, уже в июле прошлого года мы получили уже от премарии ответ, что договор находится на рассмотрении в судебной инстанции, представить его в настоящее время не представляется возможным. Написали нам уже из премарии. Ну, в общем, результат понятен и виден. Мы, к сожалению, не получили все опечатающие ответы. «Почему?» — вопрос стоит закрыть. Дальше. О полноте ответов. Здесь очень сложно о чём-то говорить в цифрах. Но могу сказать, что есть исчерпывающие ответы. Совершенно очень хорошие и чёткие. Но есть, к сожалению, и такие, которые отличаются формальностью и больше смотрят на описку. Я попытаюсь привести пример. Это не относится в данном случае к местной власти, но и к тому, что вам будет тоже интересно. Все знают, что в центре города находится московское и есть разрушающееся здание полинарного тела. Вот мы направляем запрос в Министерство просвещения. Часть людей, которые знают министарственный язык, а мынский язык, а не поймут. Значит, Министерство просвещения нам сообщает, что это здание находится в управлении адресцового центра в области услуги переработки пищевых продуктов. Я думал, что это штука основана кулинарным техникам, да? Инчестиун. Отправляем запрос уже в этот самый центр и получаем ответ, что это здание находится в управлении Министерства просвещения. Вот ответ. Так, вот пример из того, что получилось у нас с одним запросом в Примарию. Значит, Примару Ренату Усатому. Вопрос читателя. «Почему на улице спортивно нет ни одной урны? Каким чистый город?» Пишет он, Юрий, читатель. Вот ответ. Значит, ответ нам прислали не из Примарии, а из ЖКХ. Почему там оказался этот запрос, я не знаю. Ну, так, видимо, уже ЖКХ отвечала на этот запрос. И вот, что он пишет нам о предприятии. «Данные работы входят в компетенцию муниципального предприятия, выполняющего работы по содержанию в обустройстве территории общего польза». Как это относится к ответу читателя, как это относится с вопросом читателя, нам сложно понять. То есть, по сути, ответа нет, к сожалению. Хотя вопрос очень простой. Человек хочет, чтобы там были урны. Это нет средств в бюджете, нет еще каких-то возможностей. То есть, ответ никак не дается с вопросом, к сожалению. Хочу рассказать о плюсах. И плюсы, несомненно, есть. На наш взгляд, власти стали чаще реагировать на наши сигналы. Вернее, на наши сигналы, на наши читатели, которые мы отправляем запросы. И вот есть примеры. Особенно часто реагируют по вопросам дорожной безопасности. Устанавливаются светофоры для пешеходов, различные знаки и так далее. Примеров можно привести очень много. Буквально недавно в начале районной техники был установлен знак пешеходного перехода, о чем просили люди неоднократно. И мы рады, что что-то изменилось. Второе. Я думаю, что тоже благодаря нашему запросу, предполагаю, публичные слушания, мы спали, которые первоначально не планировали проводить. Но, тем не менее, власти взяли на себя их организацию, провели. Я понимаю, что это очень затратно. Но, тем не менее, не учли мнение людей, которые были высказаны в СП. В частности, на нашем сайте мы проводили опрос. И был наш запрос по этому поводу. Поэтому мы видим здесь большие плюсы. Я бы хотела Вас поправить. Потому что было принято и решение распоряжения проведения публичных консультирований, но не методом публичного слушания, а рабочей группой или мини-экспортов было. Как форума. Да, как форума публичного слушания. Но, если у вас была ваша статья, мы как бы поняли, что действительно было бы хорошо, чтобы присели опять же люди, чтобы они участвовали в стриме живыми предложениями. У нас были две формы. Да, и у нас были две формы. И была и та форма, и вторая форма. Поэтому как будет? Ну, мы надеемся, что это был лучше, получил интересов и интересов людей. Нам форума, может быть, не так важна, но нам важно, чтобы все мнения были выслушены по этому поводу. Давайте перейдем к заключениям, какие мы взяли них на две группы за наши исключения, плюсы и минусы. Сейчас начнем с плюсов. Для иных отказов от доступа к информации мы их за это время не получили. Слава Богу. Сочетаем этот процесс. Для нас очень важно, что муниципальные предприятия стали давать, стали более открытыми. Я не помню отказов от муниципальных предприятий на этом этапе. Более того, стали проводиться тендеры, в частности, на объединение рынка. Это очень, считаю, большие достижения. Мы сказали о том, что большинство от этого приходит срок. Это хорошо, что так. То, о чем я уже сказал, власти начинают все чаще реагировать на вопросы и жалобы людей, которые приходят через нас. Спасибо. Есть и минусы, к сожалению. Доля ответов, которые приходят с нарушением сроков или не доходят, на уровне сорока процентов. Много это или мало – судить вам. Формальный ответ я привел примеры, и они остаются. Проблема остается, что иногда они передвисуют не туда этот вопрос. То есть не по компетенции, к сожалению. И в качестве общего нашего мнения, как со стороны масс-медиа, что нынешняя система, работая по крайней мере с запросами от СМИ, не будем говорить так, она достаточно бюро критично неповоротлива. Потому что очень много времени занимает и у Мэй, и у нас. Практически не задействованы в современной возможности. Если электронной почте в законе доступа информации скажем, что можно управлять документы по электронной почте. Опять же повторяю то, что есть проблемы с непопаданием в цель с вопросом. И самое главное, что читатель поздно получает ответ. У нас был случай, что мы спрашивали о материальной помощи, о помощи перед учебным годом. Отправили его летом, получили ответ уже в октябре или ноябре, когда уже смысла в этом ответе нет абсолютно. Поэтому, ну, бывают такие казусы, к сожалению. И какие-то попытались мы спромолить предложение. Мы понимаем абсолютно адекватно, что у премарии есть свои проблемы. Ирина Мельчиногник сказала, что это и отсутствие кадров, и отсутствие финансов. Огромные, я думаю, что у вас очень хорошо объемы в европейске. Мы это прекрасно понимаем. Мы прекрасно понимаем, что могут быть ошибки и какие-то проблемы. Но я думаю, что способы современной коммуникации к ним не надо списывать. Электронная коммуникация никто не отменял. Она, как я сказал, здесь вполне на высокой доступной информации. Я не знаю, что будет в е-петиции, где, наверное, в е-петицию, и как она будет работать, и будет ли это способствовать ускорению. Мы очень надеемся, что это станет легче. И это сэкономит и ваши ресурсы, и время, и бумагу, и наши, возможно. Будем надеяться на улучшение. Я понимаю, что есть эффективные сложности, есть какая-то у вас дисциплина в местной власти. Но, тем не менее, я думаю, что можно работать напрямую со СМИ. У нас есть положительный опыт в этом плане. Это управление капитального, простите, коммунального хозяйства. Я не знаю, может быть, им просто тяжело уже одолевать этот объем информации, которую мы им направляем. И нам удалось наладить просто работу с ними напрямую. С господином Кудряшовым. Наталья Катусевич, она, кстати, занималась у нас мониторингом этим. Установила контакт. Достаточно созвониться или подойти и получить эти ответы. И у управления капитального хозяйства, у которого и без того работы много, и у нас огромная экономия времени и ресурсов. Все очень просто. Мы очень открыты в этом плане. Если есть согласие, мы придем и возьмем ответы в любой удобной форме для контакт. Я понимаю, что вы сказали, что сейчас есть старая линеграмма и невозможно принять пока новую. Но, тем не менее, как пожелание на будущее. Это не то, что невозможно. Я не знаю. Процесс затягивается. Советит времени. Примерный процесс. Нам надо, чтобы ее удовлетворили в министерстве. А в следующей неделе она должна прийти ответа, если бы все же идет. Срок 30 дней был. Я очень надеюсь, что вам удаться. Потому что я думаю, что, конечно, все это устарело. То, что было, и нужно меняться. Но по поводу пресс-секретаря, я не знаю, есть ли такая возможность. Но опыт наш показывает, по крайней мере, есть такой пример, как респектарь полиции. Здесь есть человек, который включает прямо, называется пресс-секретарь. Нам не надо ходить теперь по разным отделам, разным структурам, чтобы получить информацию. Мы обращаемся к этому человеку и говорим. У нас есть такой вопрос, просто предоставить информацию. У нас есть такая информация. Прокомментируйте, пожалуйста. Пресс-секретарь идет туда, куда нужно получать информацию. Или присылает ее по электронной почте, или по телефону. Телефонограмма. По-моему, просто. Но, я не знаю, может ли Эмария на данном этапе позволит себе такую штабную единицу. Но, в принципе, по практике работы всех центральных ведомственных есть такие единицы. Я думаю, что это было бы, наверное, правильно. Но, я не знаю, может ли вы, местные власти, на данном этапе позволит такую единицу. Или, например, изменить что-то, чтобы был человек, который именно в таком формате работал, назывался именно пресс-секретарь. И работал с ПС-секретарь. Просто можно, чтобы сразу попасть ответ. По электронной почте. Дело в том, что, согласно документу оборота, который на сегодняшний день, электронной почте у нее нигде не сказано. Вот это все будет, да, и сотрудникам, он не будет использоваться как официальный ответ. Поэтому, у нас сейчас в отделе по связям со общественностью. Просто, чтобы мы все знали, вот эта информация. У нас есть люди, которые отвечают за письма, которые приходят на бумажном носителе, за электронные носители. Кустина Тарлопан, почта электронная, которую она принимает, регистрирует дальше и отправляет по назначению. И там почты, которые мы говорили, приходят на официальную почту, Магарета Михайловна Брякина. Вот у нас на сегодняшний день уже физические люди, граждане. Это 114-й кабинет, юридические лица 323-й кабинет. Вот идет такая регистрация с четырех частях. Но мы будем стараться, потому что у нас все проблемы по срокам есть. И в новом штатном расписании у нас тоже есть пресс-секретарь, есть такая единица, когда она будет есть. Но я думаю, что на сегодняшний день не проблема. И я бы даже очень сильно попросила бы вас, если можно, все-таки связь держать через представителя отдела по связям со общественностью, Магарета Михайловна Брякина, которая постоянно вас информирует о всех совещаниях, о всех мероприятиях общегородского плана, приварив все, что происходит. И также получение информации срочно. Вы не писали нам бумажки дополнительно, и мы вам не отвечали с опозданием на полгода. Да, мы не хотим никого изображать, мы хотим... Оперативно вы. Вы же ему, пожалуйста, обращайтесь. Хорошо, спасибо. Ну, Маргарета Михайловна, вы так очень тесно сотрудничаете. Более того, что Маргарета Михайловна, она следит, чтобы ответы были полные, доскональные и правильные. Хорошо. По поводу того, что вы, Елена Ильич, мы говорили о том, о публикации решений. У нас там уже все открыты. Мы готовы обсуждать этот вопрос. Пожалуйста, если в этом есть необходимость. У нас есть ресурсы, возможности. Осталось обсуждать, как это будет работать. И, ну, надо понимать, что есть определенные затраты элементарные, которые мы должны как бы покрыть. Ну, это все обсуждаемо. Мы готовы, мы открыты всегда, в любой форме. Тем более, что мы так или иначе информируем людей о том, что делает Примария и Муниципальный Совет. Ну, и все. Собственно, все. Я благодарю за внимание. Особенно благодарю Примарию, Муниципальный Совет и структуры, которые причиняются им, за сотрудничество. Я благодарю за партнерство, ассоциацию «Девого ученщика» и Центр «Контакт». Спасибо.